Каждое утро произносите эту фразу, и вы получите все, о чем мечтаете. Джозеф Мерфи. Формула достижения богатства. Что же это за фраза? Неужели от нее зависит наше процветание и благополучие? В своей книге гениальный философ Джозеф Мерфи, благодаря которому миллионы людей изменили свою жизнь к лучшему, рассуждает о формуле счастья и благополучия. Посмотрев видео до конца, вы также станете обладателем фразы, которая навсегда изменит вашу жизнь, наполнив ее счастьем, процветанием и изобилием. Вселенная желает нам быть счастливыми и жить в благополучии. Основная мысль красной нитью, проходящая в книге Джозефа Мерфи. Высшие силы хотят, чтобы мы были успешными, богатыми и счастливыми. Вселенная считает каждого из нас достойным иметь то, о чем мы мечтаем. Бедность, нужда и несчастье совсем не запланированы для нас высшими силами, потому что мы достойны всего самого лучшего по праву рождения. Мерфи утверждает, что бесконечные источники обогащения совсем рядом с нами, лишь только протяни руку и пожелай их. И для этого совсем не обязательно работать на износ, экономить на всем и жить в нужде, чтобы когда-то потом, в необозримом будущем, быть богатым и счастливым. Все это доступно для нас здесь и сейчас. Чтобы достичь благополучия, надо пройти всего шесть шагов, уверен Мерфи. Первое. Определить личное отношение к деньгам. Часто ли мы бросаемся расхожими фразами «Не жили богато, не стоит начинать», «Не в деньгах счастье», «Честным трудом богатства не заработать»? Чувство презрения и пренебрежения к богатству так и проглядывает во всех этих словах. И именно эти фразы становятся незримым барьером между нами и богатством. Говорим ли мы их по привычке или так нас научили в детстве, мы уже не помним. Но самое важное то, что эти установки мешают нам получать удовольствие от жизни, купаться в роскоши и наслаждаться благополучием. Хотим быть богатыми и жить в достатке? Выкидываем на помойку эти фразы, хватаем их каждый раз за хвост, когда они пробуждаются в нашей голове, и избавляемся без сожаления. Мерфи напоминает, «Бедность – это никакая не добродетель, а душевное заболевание». Согласитесь, если вы чувствуете себя плохо физически, то начинаете волноваться и стараетесь найти причины болезни. Вы обращаетесь к врачу или пробуете лечиться самостоятельно. Точно так же нужно искать помощи, если вы стали замечать, что в жизни нет достатка. Это тревожный симптом, означающий, что с вами не все в порядке, что-то не так. Второе. Деньги – нежизненная самоцель, но требует почтительного отношения к себе. Деньги – не эквивалент успеха, они лишь средства его достижения. Все предрассудки, касаемо денег, которые мы себе придумали, следует поскорее выбросить из своей жизни. Нельзя ругать или презирать богатство, иначе оно очень быстро перейдет к тому, кто относится к деньгам уважительно, а мы снова останемся в нищете и долгах. То, что мы осуждаем, к чему выказываем презрение, немедленно уходит из нашей жизни. Деньги не могут быть плохими или хорошими, грязными или чистыми. Это просто инструмент, с помощью которого мы привлекаем в свою жизнь успех и счастье. Только от нас зависит, какие явления и вещи приносят нам пользу, а какие – вред. Так почему бы не переменить наши отношения к деньгам, не презирать их, а считать одним из источников нашего благополучия? Джузеф Мерфи приводит такой пример. Один из его знакомых сетовал на то, что полностью разорен, и ненавидит деньги всей душой, потому что они худшее зло в мире. Не надо зацикливаться лишь на деньгах, боготворить или презирать их. Денежная энергия всегда должна находиться в гармоничном состоянии. Все должно быть в равновесии. Вот тогда будет идеальный баланс между материальным и духовным, а значит мы будем наполнены спокойствием и счастьем. Третье. Проработка денежного самозазнания. Находясь по уши в кредитах и долгах и распевая мантры подобно этим «Я купаюсь в богатстве, у меня столько денег, сколько я хочу», мы словно насмехаемся сами над собой. Но ведь мы не можем обмануть свое сознание, а значит подсознание отвергает изобилие вселенной. Осознавая то, в каком мы положении находимся, и в то же время твердить «у меня все отлично», значит лишь усугублять и без того сложную ситуацию. Мало говорить правильные фразы, нужно, чтобы и подсознательно мы были согласны с ними, принимали их, верили в них. Что же делать тем, кто близок к финансовому краху? Договориться с подсознанием о сотрудничестве. Выстраиваем фразы не так, чтобы они звучали как ироничная насмешка, а так, словно вы настойчиво, шаг за шагом, уверенно и постепенно избавляетесь от существующих проблем. К примеру, с каждым днем я становлюсь мудрее и богаче. С каждым шагом я приближаюсь к улучшению материального положения. Этот день лучше, чем вчера, потому что я нахожу самые правильные решения сложившихся ситуаций. Да, мы не становимся богатыми и успешными сиюминутно, мы понимаем, что сначала надо разрешить скопившиеся проблемы, но происходит это не вразрез с подсознанием, потому что, проговаривая правильные установки, мы обеспечиваем равновесие между сознанием и подсознанием. Четвертое. Размышление и принятие идеи успеха и богатства. Важно научиться принимать идею богатства в своей жизни. Прежде чем привлекать деньги в свою жизнь, нужно поразмыслить хорошенько над тем, что успех и богатство – бесценный подарок от Всевышнего. Они вечны и бесконечны, как сам Господь. Чем больше мы об этом думаем, чем чаще повторяем слова, связанные с достатком, благополучием, деньгами и успехом, тем скорее они придут в нашу жизнь, тем обильнее будут подарки, а жизнь наполнится потоком счастья и радости. Не гоним мысли о деньгах от себя, а наоборот принимаем их и проговариваем с удовольствием. Например, во время утренних процедур повторяем три слова – здоровье, процветание, успех – в течение пяти-десяти минут. При этом нужно быть в расслабленном, спокойном состоянии, быть уверенным в том, что говорим, подсознательно принимая эти слова, как само собой разумеющийся факт, мы привлекаем в свою жизнь именно то, что проговариваем, и тогда эти вечные, данные Всевышним ценности, будут принадлежать нам. Пятое. Поставить перед собой цель, создать в сознании ее образ, верить в ее исполнение. Джозеф Мерфи приводит пример в своей книге, как нужно ставить перед собой цели, визуализировать их и добиваться успеха. Один молодой человек страстно мечтал быть успешным хирургом. У него не было нужного образования, он не имел денег для обучения, но мечта его была настолько сильной, что он всеми силами старался приблизиться к ее исполнению. Для этого он устроился работать в больницу, выполняя самые простые обязанности. Бегал по разным поручениям персонала, наводил порядок в кабинетах врачей, каждую ночь, ложась спать, он представлял себя врачом, даже видел свой портрет в рамочке, такой же, в каких висели портреты врачей в клинике. Казалось бы, шансов на достижение заветной цели у молодого человека не было совсем. Но однажды один из хирургов попросил его помощи. Сначала парень просто занимался стерилизацией инструментов, учился делать уколы, потом стал незаменимым помощником врача и настолько хорошо выполнял свои обязанности, что хирург, заметив рвение к профессии, оплатил молодому человеку обучение. Окончив учебу, молодой человек стал таки врачом, причем одним из самых известных и успешных в Монреале. Так четкое осознание цели, ее визуализация, портрет в рамочке и вера в исполнение сделали мечту реальностью. Ведут к успеху отнюдь не деньги. Они лишь средства для достижения более глобальной цели. Парень, сам не зная того, действовал по закону достижения цели, который всегда срабатывает при соблюдении трех условий постановка цели, ее визуализация и вера в ее осуществление. Деньги не могут быть целью. Вряд ли мы хотим купаться в них, как герои диснеевского мультфильма. Деньги нужны для достижения определенной цели. И именно ее мы должны лелеять и визуализировать. Именно к ней стремиться разумом и душой. Когда все три составляющие сложатся, Вселенная откроет нам пути для ее достижения. И они будут простыми и вполне реальными. Нам останется только воспользоваться возможностями и дойти до конца. Шестое. Быть благодарными. Как часто, достигнув желаемого, мы благодарим мир и высшие силы за то, что пришло в нашу жизнь. Необходимо взять за правило благодарить за все чудеса и счастливые моменты, даже самые маленькие, но значимые и заметные для нас. Чем чаще мы благодарим, тем сильнее вибрации счастья, тем гармоничнее мы чувствуем себя, тем радостнее Вселенной от того, что мы получаем ее подарки и счастливы от этого. Не надо забывать, что все, за что благодарим, приумножается, а что осуждаем, уходит из нашей жизни. Принимаем все, что приносит нам удовольствие с благодарностью, и тогда этого самого удовольствия будет еще больше. Так же происходит и с деньгами. Принимаем их с благодарностью и многократно приумножаем свой достаток. Каждое утро проговариваем ту самую главную фразу, которая обеспечивает нам достаток, благополучие, успех и счастье. Каждому человеку на земле я желаю только того, чего хотел или хотела бы для себя самого, самой. Я искренне хочу, чтобы все вокруг были счастливыми и радостными, богатыми и успешными. Пусть с ними будет спокойствие и благословение Господа. Друзья, если вам откликнулся ролик, то поделитесь им с друзьями, ведь закон Вселенной гласит, чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Ну а мы с благодарностью читаем ваши комментарии и отзывы, спокойствие, мудрости, счастья и благополучия вам и вашим близким людям.